Моё мнение относительно инфобизнеса. На самом деле я к инфобизнесу отношусь хорошо, потому что я понимаю, что спрос рождает предложение. Если бы людям не нужен был инфобизнес, вряд ли бы столько людей ходило бы на конференции, записывалось бы на онлайн-курсы, и инфобизнес давно бы уже умер. Людям интересно быстрое обучение, экспресс-обучение, которое позволяет им не сидеть пять лет в университете, а за месяц, за два, за неделю, за две быстро изучить какую-то тему, либо научиться какой-то профессии. Потому что все мы заняты, у всех там есть, скажем, семья, спортзал, все хотят отдыхать, не хотят тратить кучу времени на работу, на изучение чего-то. Да мы даже книги читаем по несколько месяцев, поэтому сейчас все идет от лени, людям лень что-то делать. Но в университетах, естественно, ну пять лет учиться, не у всех есть возможность, не у всех есть время и деньги. Поэтому онлайн-образование – это волшебная таблетка для всех, кто хочет быстро что-то изучить. Но при этом просто нужно быть осторожным и понимать, что есть хороший онлайн-курс, а есть плохие онлайн-курсы. Просто посмотрите на человека, который ведет этот онлайн-курс, на его кейсы, с кем он работал, и действительно ли он говорит правду, либо он, скажем, преувеличивает все. Все, что я могу посоветовать – это просто осторожно выбирать данные курсы. Я сам пользуюсь онлайн-курсами и часто записываюсь на различные вебинары, езжу там, скажем, за границу, обучаюсь на конференциях, разговариваю со многими спикерами, мы делимся друг с другом ценной информацией. Поэтому это на самом деле для вас в плюс, потому что вы развиваетесь.